Друзья, привет-привет! Это снова Ирина Грачева, проект Ирина Грачева Racing и мы продолжаем говорить о навигации, о навигации с использованием Expedition, о навигации в классе мини. И сегодня, наконец, мы добрались до самого важного, до квинтэссенции нашего разговора. Это построение погодного роутинга с учетом прогноза и с учетом погодных моделей. Итак, погнали! Для того, чтобы построить репрезентативный и, самое важное, надежный роутинг с учетом прогноза, нам, по сути, нужно иметь два набора данных. Первое – это полара на нашу лодку. Это набор данных о лучших скоростях при тех или иных ветровых условиях. И второе – это прогноз. Набор данных о предстоящей погоде на ближайшие несколько дней. Итак, в наших предыдущих видео мы уже работали с Expedition и рассматривали, как строить маршрут на гонку и изучили вот эти вот две первые вкладки программы Charts и Marks. Сегодня мы идем дальше и изучим вкладки, которые касаются оптимизации маршрута в зависимости от вашей полары и в зависимости от погодных моделей. Вкладки Sail, Weaver, Weaver Data и Optimal. Имеющуюся поляру на вашу лодку вы можете загрузить в Expedition вот здесь вот. Sail, Polars. И вот здесь выскакивает такое поле, где есть кнопочка Load. И фактически из любого места вашего компьютера, из любой папки вы можете загрузить вашу поляру. Я храню все поляры в одной папке Program Data Expedition Polars. И здесь представлены те поляры, которые есть в свободном доступе. Они были загружены вместе с программным обеспечением Expedition. И сюда же я подгрузила поляры на свою лодку. Кашаса Polar – это поляра, которая мне досталась вместе с лодкой от предыдущих владельцев. И Кашаса Polar Core – это та поляра, которую мы немножечко откорректировали в процессе. Открыть. И вот таким вот образом выглядит наша поляра. Откуда вообще берется поляра? Поляра может быть составлена производителем и передана вам при покупке лодки. Поляра может быть рассчитана по неким характеристикам, как, например, считается ОРС. Или вы можете сами создать собственную поляру или откорректировать уже имеющуюся. Самое важное – поляра всегда должна соответствовать вашей лодке и тем парусам, которые вы имеете на борту и которые собираетесь ставить в гонке. Фактически корректировать поляру нужно и приходится постоянно. Это достаточно трудоемкая работа, но есть оборудование, помогающее вам собирать данные. Это может быть специальное электронное оборудование только для сбора данных, как используется у нас на МИНИ. Или же эти данные могут собираться посредством программного обеспечения, такого, как, например, Expedition или Squid, о котором мы говорим. Корректировать поляру вы можете вот здесь, вот в этой табличке, просто изменяя те или иные цифры. Или же в этой вкладке Edit, двигая определенные точки, получая более плавную корректировку. В процессе гонок вы будете понимать, насколько точна ваша поляра и насколько хорошо вы по ней идете. И можете настроить вот здесь вот процент скорости, из которого вы выезжаете. Например, про себя я знаю, что в среднем я иду со скоростью 90% от своей поляры. Вот здесь вот ставим 90%. Следующее, что мы должны загрузить, это погодные модели, грипп-файлы. Грипп-файлы можно загрузить напрямую через Expedition. Expedition работает с очень многими погодными сервисами, включая из известных мне Squid, Predict Wind, MyGrip и так далее. Загрузить грипп-файл с использованием того или иного сервиса можно вот здесь, на вкладочке Weaver Data. Но, конечно же, вам нужно быть подписчиком сервиса и иметь логин и пароль. Я делаю немножечко по-другому. Я использую Squid не только для загрузки грипп-файлов, но и для визуального анализа. Поэтому сначала я загружаю всю нужную мне информацию через сервис Squid и потом уже подгружаю в Expedition со своего компьютера. Чтобы загрузить грипп-файлы этим способом, я использую вкладку Weaver, Settings. И вот здесь вот есть поле, в котором есть отдельно кнопка Squid. Нажимая ее, я попадаю в хранилище грипп-файлов на моем компьютере и должна выбрать самые свежие файлы для загрузки. Мы с вами будем работать с теми же файлами, с которыми работали в последнем видео о Squid, чтобы картина наша была более полной. И последние данные, которые я загружала, были 15 апреля в 19.55. Это модели Arpege, GFS, Herlam, Icon и Arom. Пять штук. Выделяем все и загружаем. Жмем кнопку OK. Вот в этой верхней панели можно настроить визуализацию вашей модели. Например, на первой вкладочке у меня стоит визуализация с помощью барбов. И барбы, как вы видите, еще и подкрашены разным цветом. То есть сила ветра представлена не только в количестве вот этих вот палочек на барбе, но еще и цветом барба. Вкладка номер 2 мне позволяет увидеть также цветовой градиент силы ветра плюс барбы. И вкладка номер 3 у меня настроена, чтобы видеть цветовой градиент силы ветра и Streamlines, то есть направление потоков ветра. Таким образом, переключая экранчики, вы можете получать больше информации о интересующей вас зоне. Выключить всю визуализацию можно с помощью вот этого вот крестика Hide, Hide Weaver. Вот в этом поле вы можете выбрать для работы ту или иную из загруженных вами моделей и проиграть ее, чтобы посмотреть прогноз. Да, есть еще такой нюанс. Expedition меняет название моделей относительно того, что мы загрузили в Сквиде. Вот здесь, например, DVD 0.96 – это на самом деле модель Icon, которую мы скачали. Это происходит из-за каких-то данных в файле от разработчика модели. И есть еще такой нюанс, что модель Arom и Arpesh у Expedition сливаются вместе. Мы помним, что Arom – это локальная модель с суперразрешением, которая просчитывает практически все локальные условия и береговые эффекты, но она дается всего на два дня. А Arpesh – это достаточно точная, хорошая модель на четыре дня, но не с таким разрешением. Expedition собирает эти две модели вместе и дает вам данные на все четыре дня. При этом первая часть этих данных взята из модели Arom более точную. И когда действие модели заканчивается, мы переходим к модели Arpesh. Итак, давайте проиграем мою любимую Arom плюс Arpesh и посмотрим, как будет меняться погода. Нажимаем Play. Проигрывать прогноз можно также в мануальном режиме, либо по 60 минут вперед и назад, либо стрелочками Forward или Reverse. В этом случае величина шага будет та, которая была в модели при загрузке. В кнопочке Begin и End – это время и начало прогноза, то есть время и начало наших данных. В последней версии Expedition появилась очень здоровская кнопочка Optimal Road, которая позволяет вернуться нам не в начало самого прогноза, а в тот момент, от которого мы отчитываем роутинг, то есть в момент старта гонки. Вот здесь есть еще такая особенная возможность посмотреть все барбы сразу. Кнопочка Ensemble. Нажимая ее, мы получаем вот такую вот картину, где мы видим барбы на все расчетные модели. Назначить цвета этим моделям можно вот здесь вот. Они могут быть назначены автоматически, либо те, которые вы привыкли использовать. И вот здесь вот мы видим барбы для четырех расчетных моделей. И можем точно так же проиграть. Таким образом видны изменения, которые происходят, и можно посмотреть, насколько модели согласны друг с другом. Или отклоняются. Еще раз повторюсь, что абсолютно точных моделей расчета не бывает. Все они ошибаются. И очень многое зависит от того, насколько крупную сетку использует та или иная модель. Например, локальная модель Aroma использует очень мелкую сетку, и вы получаете данные на каждый километр. Американская глобальная модель GFS, например, в своем лучшем доступном мне разрешении, имеет сетку в 57 километров. И дает мне представление в основном о каких-то глобальных изменениях и движениях систем. Для расчета оптимального роутинга всегда нужно использовать несколько моделей, чтобы смотреть хотя бы, как происходят локальные изменения на фоне глобального движения. А также, чтобы оценить стабильность погодных изменений. Если, допустим, мы ожидаем захода ветра и видим, что все модели с этим согласны и показывают одинаковый заход ветра, пусть даже в разное время, мы можем с большей точностью говорить, что это событие, скорее всего, произойдет. Если же модели совершенно не согласны друг с другом и показывают диаметрально противоположные вещи и направление ветра, то это верный сигнал, что мы должны посмотреть, почему так происходит, и провести более глубокий анализ. Потом в гонке отслеживать, по какому сценарию пошло развитие событий. Сам собой напрашивается вопрос, почему я ничего не говорю об учете течения при расчете своего роутинга. Ведь я гоняюсь в приливно-отливных зонах с перепадами по 5-7 метров и с местами очень сильными приливно-отливными течениями. Действительно, в Expedition есть возможность учета течения при роутинге тоже, и в него точно так же с помощью грипп-файла можно загрузить данные о течениях. Но тот результат, который мы получаем, он какой-то достаточно странный, я даже не возьмусь это прокомментировать. Для себя я сделала вывод, что перед началом гонки я хочу видеть расчетный роутинг только с учетом ветровых условий. Анализировать течение я буду уже по факту, находясь на борту во время гонки, имея при себе распечатанные очень подробные карты течений на те регионы, в которых я хожу. И это для меня вопрос уже более кратковременной стратегии, сравнимой с амплитудой изменения течений. Для того, чтобы результаты роутинга были для вас корректны, чтобы все было посчитано вовремя, нужно все время помнить, в какой временной зоне вы находитесь, какое время старта, то есть какую временную зону имеют в виду организаторы, прописывая время в гоночной инструкции, какое время установлено у вас на компьютере и какое время используется у вас в Expedition и Squid. Насколько я помню, в Squid все время используется время UTC, а вот в Expedition это время можно настроить. Выбираем вкладку Settings, System, и вот здесь вот есть основные настройки, среди которых есть возможность поставить галочку на Local Time. Если мы это сделаем, то Expedition будет брать как локальное время время вашего компьютера. Если мы эту галочку убираем, то будет браться время UTC. Я работаю с погодными данными всегда во времени UTC, независимо от того, в какой временной зоне я гоняюсь. Итак, синхронизация по времени сделана, и приступаем, собственно, к роудингу. Мы продолжаем работать с маршрутом гонки Map. Но для того, чтобы посмотреть свой оптимальный роудинг без учета необязательных точек, я этот маршрут немножечко переделала, оставив только те знаки гонки, которые нужно обязательно пройти или обогнуть. При этом мой маршрут проходит немножечко по земле, меня это не сильно беспокоит, потому что, чтобы мой роудинг прошел по безопасным глубинам, я введу некоторые ограничения. Сейчас мы работаем со вкладкой Optimal. Это то, что касается непосредственно роудинга по вашему маршруту. Optimal Settings. И вот здесь вот ставим галочку Avoid Vector Chart Length. Это значит, что фактически роудинг будет избегать земли. Но поскольку в векторе карта мира обрисована достаточно грубо, некоторые мелкие участки могли быть рассчитаны как безопасная зона. Чтобы избежать того, чтобы меня вели все-таки по милям да по камням, я использую такой инструмент, как Sail. Вот здесь вот Note. Создать новую, New Note. И дальше мануально рисую те ограничения, куда мы заходить не должны. Вот эту вот зону отмечу. Вот эту миляку. Вот каким-то вот таким вот образом. Эти данные у нас сохранились вот здесь вот в разделе записок, Note. И мы их залучим, чтобы они не менялись. Log, yes. Перед началом расчета нам нужно сделать еще кое-какие дополнительные настройки. В первую очередь мы должны знать, что существует два основных метода расчета и выбрать нужный для нас. Вот здесь вот. Есть метод Isochronal. Это устаревший метод. Сейчас практически не используется. И есть метод Grid, который установлен по умолчанию. И именно с ним мы и будем работать. Дальше переходим во вкладку Optimal Settings. Выставляем время старта вот здесь. Для меня это будет 15 апреля в 19.00 по UTC. Если время старта в гоночных документах указано в локальном времени, я должна пересчитать. И дальше выбираем разрешение для расчета. Вот здесь вот в разделе Resolution мы можем выбрать высокое разрешение, среднее или быстрый расчет в мелком разрешении. Или сделать собственную настройку мануально в Custom. Это зависит от длины гонки и от той частоты принятия решений, которую вы хотите увидеть. Я ставлю для своей гонки с достаточно коротким и изрезанным маршрутом разрешение в полмили для расчета Grid. И теперь я должна запустить расчет. Я могу запустить расчет каждой модели отдельно или все вместе. Чтобы рассчитать каждую модель по отдельности, нам нужно будет снова вернуться в раздел Weaver. Вот здесь вот выбрать нужную модель. Вернуться в меню Optimal и нажать Optimize. Программа практически всегда будет жаловаться, что вы выбрали очень высокое разрешение и данные будут пересчитываться очень медленно. Но, конечно же, мы с этим соглашаемся. И вот в этом поле вы видите прогресс и видите, по скольким моделям на данный момент роутинг рассчитывается. Вот такой вот роутинг у нас получился. И теперь, наложив на него информацию о погоде, для той же самой модели мы можем посмотреть, почему она проложилась именно таким образом и почему именно такие решения именно в тех местах она предлагает нам принять. Я выбираю вторую вкладочку, чтобы посмотреть силу ветра, изменение направления ветра. И начинаю проигрывать со значением шага. Вот здесь мы видим, как наша яхточка идет по маршруту. Нажимаем Optimal Road. Это время нашего старта. И начинаем проигрывать со значением шага погодной модели. Это один час для Aromarpish. Видим, что в самом начале маршрута модель ожидает достаточно слабый попутный ветер и предлагает нам отойти от берега и выйти в середину залива Дуар-Нене, чтобы получить более устойчивый поток. Как мы помним, чем слабее ветер, тем менее он устойчивый и тем меньше можно в принципе доверять моделям. И тем больше мы должны смотреть глазами на то, что происходит на дистанции и ориентироваться на ветровые пятна и на какие-то локальные порывы. Дальше последует раздуван с берега. Ветер усиливается и немножечко заходит по часовой стрелке. На вот этом вот маршруте получается бейдевинт. И в какой-то момент модель ожидает захода ветра. Об этом нам говорит вот эта вот изогнутая кривая. Здесь вот оптимальная точка поворота верштак. И вот он происходит, сам заход. Опять затишок возле острова Груа. И мы понимаем, что мало того, что это прохождение рядом с навигационными опасностями, так еще и в условиях изменчивого ветра. То есть ухо надо держать востро. И слабый фордак на обратный путь. И, конечно же, нам нужно будет выбрать ту сторону, на которой мы будем держаться ближе к берегу или мористе. Вот такая вот картина показывает нам, что чем ближе к берегу, тем меньше ветра. Дальше практически по прямой предлагает модель пройти до нашего самого западного знака. Вот здесь вот сразу после огибания модель предлагает повернуть и идти левым галсом, что кажется, в общем-то, не очень логичным. Но прокрутив погоду немножечко вперед, мы видим, что вот здесь вот на этом 18-мильном перегоне нас ожидает чистая лавировка. И очень скоро после огибания вот этого знака Рома и Арпеш прогнозируют усиление ветра справа и заход ветра по часовой стрелке. Таким образом, сделав такой вот не очень длинный контргалс, мы получаем заход ветра одними из первых и выходим на знак по прямой, начиная с лавировки, переходя в галфинт и достаточно острый бакштег к самому знаку. Остаток дистанции проходится практически по прямой с устойчивым ветром. Чтобы загрузить все модели сразу и сравнить их между собой, можно использовать вот здесь вот кнопку «Ансамбль». И мы видим, что пошла загрузка, и мы загружаем четыре разные модели. Итак, Expedition сообщил нам, что по всем четырем моделям роутинг пересчитан, но, возможно, с ошибками. Это значит, что, скорее всего, какая-то из моделей не смогла дойти до финиша, то есть ее данных не хватило по времени. Для того, чтобы проанализировать, интерпретировать вот эти вот результаты и чтобы принять правильное решение, нам, безусловно, нужен определенный опыт. Опыт в парусных гонках, опыт в работе с моделями и некоторые знания о том, какие модели более локальные, какие модели более глобальные и какие данные они нам представляют. Точность прогноза со временем, естественно, падает. И доверять прогнозу можно, скорее всего, сутки-двое после получения последних данных. Чтобы анализировать полученные результаты, мы будем использовать также несколько возможностей. Вот здесь вот есть папочка Results, и здесь мы видим полностью все загруженные нами модели. Мы точно также можем назначить им цвета, которые нам нравятся. И вот здесь вот в этой табличке мы видим основные данные по роутингу. Я их отфильтрую по времени прихода на финиш. И мы видим, что самой первой до финиша собирается добраться модель GFS. Она потратит на гонку 14 часов и пройдет почти 220 миль. Время финиша ожидается 17 апреля в около 9 утра. При этом мы помним, что модель GFS — это глобальная американская модель, которая в нашем регионе не считается самой надежной. Следующий на финиш придет модель Arom Arpège через 3,5 часа после GFS. Но этой модели мы доверяем больше всего. Ее время финиша будет в 12.30, 17 апреля. И в пути она будет один день и 17,5 часов. Пройдет дистанцию немножечко больше, чем GFS. И видим, что европейская модель Herlan до финиша не доберется, потому что у нее просто кончились данные. Но ее расчет для анализа для нас будет также очень-очень важен, особенно в начале маршрута. Кроме того, мы можем посмотреть очень точные данные по каждой модели. Вот в таком вот табличном представлении. Здесь нам даются данные о позиции на каждый момент времени, об ожидаемом ветре. Вот здесь вот True Wind Speed TVS. Это очень важно, потому что, когда мы видим, допустим, барбы, и мы видим барб на 10 узлов, на самом деле он будет одинаково выглядеть как для 7, так и для 12. И разбежка в 5 узлов для нас может быть очень важна при принятии решения. Здесь мы видим точные показания о силе ветра. Также в этой табличке мы можем увидеть рекомендации по тем парусам, которые мы должны поставить. Если мы в Expedition загрузили информацию о своих парусах, можем видеть ожидаемый угол ветра по отношению к нам, True Wind Angle, и прочую-прочую информацию с курс, с которым мы идем, дистанция в милях, и много-много-много полезного еще. Такие данные доступны по каждой модели. Вот для Aron, для Icon, для GFS, и для Herlam. Эти данные также можно экспортировать в формате CSV и добавить в ваш роутбук. Когда мы пытаемся проанализировать, почему та или иная модель предлагает тот или иной роутинг, как, например, вот здесь вот после старта гонки, красная модель Aron решила пойти в середину залива, в то время как европейская модель зеленая идет вдоль берега, а GFS синенький вот здесь вот вообще идет по прямой с максимальным ВМЖ. Для этого мы, конечно же, должны включить погоду и сравнить, чего ожидают разные модели. Включаем модель Arom Arpesh и видим, что на начало гонки эта модель ожидает слабый попутный ветер и пытается поймать ветровые пятна, которые будут в середине залива до Арнене. И идет, лавируясь на Ford Wind, поворачивая, чтобы потом выйти на вот этот мыс прямым одним галсом. Что же в этот момент происходит, например, у европейской модели Herlam? Видим, что у Herlam в этот момент дует вполне себе стабильный 10-15 узловой ветер с небольшим подворотом, но сила ветра позволяет ей идти практически по прямой, то есть с наилучшим ВМЖ. Модель Icon, в свою очередь, также, в общем-то, согласна с Aromom и предполагает, что в начале гонки дуть будет слабо. И точно так же пытается выбраться на середину залива, чтобы уже оттуда с поворотом ветра идти на точку огибания на мысу. При этом мы видим, что модель Icon отстала от всех, потому что предполагает, что на этом участке ветер будет самый слабый. И вот мы видим, что через 5 часов после старта на 12 ночи наши модели очень сильно разошлись. GFS синенький и Herlam зелененький аж на несколько часов обогнали Icon, который вот здесь вот фиолетовым цветом по-прежнему застрял в самом заливе. Aromom же находится где-то посерединке. Дальше мы видим, что все модели ожидают захода ветра. Это мы понимаем из изогнутых вот таким вот образом треков. Вот красный трек Aromom, GFS сгибается, фиолетовый Icon. И можем посмотреть эту ситуацию более глобально с визуализацией погоды. Вот по барбам мы видим, как пошел заход. Это модель Aromom Arpesh. Ветер начал крутить по часовой. Разница фактически только во времени ожидаемого захода. И так или иначе все модели считают, что повернуть, сделать поворот оверштаг, надо напротив мисс Капковаль. Следующая интересная картина у нас вот здесь вот. После огибания острова Груа. Aromom и Icon согласны друг с другом, что нужно идти и ловить погоды в море. Напомню, мы ожидаем, вот здесь вот видно по барбам на треке, ожидаем достаточно слабый попутный ветер. Вот здесь вот показывают около пяти узлов. GFS, в общем, не очень определился. И вот эта вот пунктирная линия, которая здесь отображается, маршрут, значит, что угол к ветру очень близок к чистому Ford Wind. И программа предлагает нам самим решить, когда мы будем делать повороты Ford Wind и каким образом мы будем ловироваться на Ford Wind. Каких-то важных факторов для принятия стратегических решений, эта модель на данном участке не видит. И единственная модель, которая после острова Груа писала такую вот мертвую петлю и решила ломануться через вот этот пролив по Мелякам, это европейская модель. Давайте же посмотрим, почему она так сделала. Убираем херлан, визуализацию и прокручиваем до того места, где яхточка у нас огибает остров и пошла вот туда вот в берег. В этот момент херлан прогнозирует ветер с юга-юго-востока и видит, что ослабление начинает приходить снизу и справа. И ветра возле берега в какой-то момент больше. И вот таким вот образом по большой дуге, проходя через пролив возле отмеля или глина. Потом с новым поворотом ветра, с отходом против часовой стрелки, он выходит на генералку. И считает, что выходит на генералку быстрее, чем GFS, Arom и Icon. Давайте посмотрим, что в этот момент происходило с моделью Arom. Откатываем назад. Вот мы пошли огибать остров Груа. Переключаем на Arom. И точно так же Arom видит то, что ветер постепенно уходит на запад и что с юга-востока надвигается штилевое пятно. Но Arom в свою очередь считает, что штиль застанет нас быстрее, что мы не успеем добраться до вот этого вот уходящего ветра. И что нам нужно будет идти принципиально по другому пути. Забираться сначала в море, уходя от штиля. А потом стараться держаться ближе к генералке и идти с наилучшим ВМЖ. Еще один интересный момент происходит на вот этом вот участке. Мы видим, как сильно разошлись во мнениях модели Arom и Herlam. И давайте посмотрим, что происходит. Мы видим, что яхточка Herlam находится уже здесь, в середине этого участка. И давно обогнуло шоссе Дессайн. А лодочка Arom еще только-только к нему подходит. И на самом деле разница в их треках происходит из-за того, что в эту точку огибания они приходятся в совершенно разное время. И на вот этот вот этап гонки для них будут совершенно разные погодные условия. Вот огибание Herlam. Включаем визуализацию. Видим, что на момент огибания Herlam ожидает восточный, северо-восточный ветер. А сразу после огибания заход, глобальный заход ветра по часовой стрелке, что позволит ему идти к следующему знаку приближающим курсом. Дальше, если мы прокрутим, мы видим, что прогнозируется небольшой заход, с которым Herlam поворачивает и выходит на знак одним галцем. Что же происходит у модели Arpège? Модель Arom Arpège на подходе к знаку ожидает тоже восточный, северо-восточный ветер. И мы видим, что вот в этот момент она переключается собственно с Aroma на Arpège, потому что данные, которые предоставляла модель Arom, закончились. И теперь мы переходим на Arpège с более низким разрешением, но эта модель по-прежнему достаточно надежна. Вот в этот момент Arpège ожидает кроковременный отход ветра еще больше на север против часовой стрелки и проходит короткий контр-галц, чтобы потом получить заход по часовой стрелке, усиление и идти на знак, уже ричить на знак по прямой. После огибания знака Bass-Dulis мы видим, что достаточно странно себя ведет зеленая модель Herlam. Вот здесь она заканчивается и после этого по прямой фигачит на финиш без барабов и без огибания знаков. Это происходит из-за того, что ее данные кончились. Она была у нас всего лишь на два дня. И что происходит в этот момент? Модель приводит вас в самую близкую точку к генералке и после этого новая интерпретация на оставшийся участок нам недоступна. Ну и, конечно же, большой вопрос, насколько нужно четко следовать выбранные модели и насколько критичным будет отклонение от нее. Конечно же, все модели это расчетные модели, это неточные данные и прогноз может поменяться в процессе вашей гонки. В общем, вряд ли вы пойдете очень точно по тому или иному роутингу. Скорее всего, вы будете просто выбирать предпочтение той или иной стороны дистанции и примерно ориентироваться на время ожидаемых заходов или отходов ветра, на время ожидаемых усилений или ослаблений. Но, чтобы оценить риск отклонения, риск потери при отклонении от расчетного маршрута, можно использовать такой инструмент, как вот здесь вот Optimal Settings, Optimal Routing, Shade Time Sensitivity. И вот с помощью вот таких вот теней нам показывают ту зону, на которую мы можем отклониться от роутинга, то есть тот коридор, в который мы можем идти, без существенных потерь во времени. Вот здесь вот в этой табличке можно настроить Shade Time Sensitivity в минутах. Здесь у меня стоит 10 минут. То есть отклоняясь от расчетного роутинга в рамках вот этого вот фиолетового поля, фиолетового коридора, я в сумме не потеряю больше, чем 10 минут. Эту настройку можно поменять, можно поставить меньше или больше. Также при начальной настройке перед расчетом вашего оптимального роутинга можно поставить некоторые ограничения. Вот здесь и по вкладочке Optimal Settings есть вкладка Optimal Routing, с которой мы уже поработали, и есть вкладка ниже Optimal Advanced. Здесь вы можете поставить ограничение какой-то высоты волны, например, избегать высоту волны больше 10 метров. Это будет возможно, если в грипп-файле есть данные о высоте волны. Также можно поставить на максимальную скорость ветра в лавировку Upwind или на максимальную скорость ветра на Buckstack Downwind или минимальную скорость ветра, то есть таким образом программа будет автоматически пересчитывать и избегать штилевых пятен. Еще для гонки может быть полезно учесть то время, которое вы тратите на поворот Overstack или на поворот Ford Wind. Для яхты класса Mini учитывать потери на поворотах как у Верштаг, так и у Ford Wind в общем-то нет смысла, потому что поворачиваем мы относительно быстро, а вот для iMoki, которая на поворот в одиночку может потратить целый час, количество поворотов может стать решающим на каком-то из этапов гонки. Итак, мы наконец построили оптимальный роутинг для нашей гонки и пробежались по анализу очень по верхам, естественно, чтобы сделать полную интерпретацию, чтобы очень глубоко проанализировать и сделать правильные выводы, принять правильные решения. Нужно обладать знаниями и опытом, но чем чаще мы делаем такую работу, чем больше мы гоняемся, и самое главное, чем больше мы делаем разборов полетов уже после гонки, тем больше наполняется наш багаж, и тем лучше будет получаться каждый следующий раз. На сегодня это все. Большое вам спасибо за то, что смотрите нас. Подписывайтесь на наш канал, и увидимся скоро с новыми сюжетами и новыми темами. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok